Ты ждёшь, Елизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, всё грустишь обо мне. А держим победу, к тебе я приеду на гора, в чем и боевом и коне. «Хотите, я спою вам свою любимую фронтовую песню?» – спросил 9 мая у нашей съёмочной группы ветеран в медалях и орденах. И запел, не дожидаясь ответа, так же чисто и верно выводя мелодию, как тогда, в 45-м, когда ему, Саше Маркову, было 20 лет. Он родился далеко от Вологды, но жизнью обязан врачам наших госпиталей. В Вологде белорус Александр Иосифович остался жить и после войны. Здесь создал ветеранскую организацию, собрал ветеранов, которых было 85 человек. На сегодняшний день осталось только 4. Вот таковы дела. Их с каждым годом сюда приходит всё меньше. Солдаты Победы уходят один за другим. Но остаётся память, которую потомки победителей обязаны нести. Нести своим детям, внукам, рассказывать людям мирного времени про большой военный подвиг простого советского солдата. Как сохранить память о тех, кто не дожил до очередной годовщины Победы? Кто встанет в строй, когда уйдёт последний ветеран войны? Этим вопросом год назад задались томские журналисты. Именно они придумали проект «Бессмертный полк». Как написано в уставе, это общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый, чьи родственники ценой своей жизни приближали победу. Эти кадры были отсняты год назад в Томске. Тогда с портретами своих родственников на парад пришли несколько тысяч человек. В этом году проект подхватила уже почти вся страна. Без вести пропал на войне, был сапёром. Сегодня пришла со своим дедом на парад Победы, Пригожев Герман Александрович. Яковлев Владимир Николаевич воевал, ушёл в 17 лет, был призван и пошёл воевать. В каждой семье есть свой герой. Иногда сведения о нём есть в местных книгах памяти. Иногда есть фотографии и ордена. А иногда о нём помнят только по рассказам мамы или бабушки. Потому и решили организаторы этого проекта собрать уцелевшие сведения в одну большую электронную книгу. Город Вологда. Вот сейчас Вологда и Череповец два города. Когда мы выбираем город Вологда, у нас появляется вот эта самая кнопка. Вот это главное. Да, то есть вот сюда. Запиши деда в полк. Сайт mypolk.ru. Вологда. Записать в полк. Эту информацию за последние несколько месяцев вологодский комиссар полка Лена Смиренникова повторяла сотни раз. Консультировала по телефону, принимала в офисе. Потом на помощь пришли городские библиотеки. В одной из них и записали в полк своего отца и деда вологжанки Надежда и Любовь. Единственная фотография в форме. Это всё, что сохранилось с того времени в семье. С фронта отец фотокарточек не слал, вспоминает Надежда Васильевна. Не до того было. Только жёлтые треугольники писем. Если же и их долго не было, сердце тревожно сжималось, и мать бежала к бабушке-гадалке. Она раскидывала карты всем солдаткам. Мама только придёт. Она распинет только карты. Ой, не беспокойся. Тебе не сегодня так, вот завтра письмо придёт. Точно так. Не сегодня, а завтра письмо придёт. Василий Егоров действительно прошёл всю войну и вернулся живым. Его тогда вся деревня встречала. Позже рассказывал дочери. Чувствовал, что так и будет. Всю войну верил в ещё одну счастливую примету. Призвали, пошёл из деревни, ему навстречу собак. И я, говорит, сразу, мысль у меня была такая, что я останусь живым. И примета сработала. Он прожил больше ста лет, поднял шестерых детей и 11 внуков. Теперь его история в летописи бессмертного полка. Полевая сумка моего отца. Это его уже гражданская барсетка. Здесь летят военные документы его, здесь летят гражданские его документы. Внутри военный билет, ордена, медали, командирские часы и письма. Всё это сберёг после родителей Вячеслав Позгалёв. Так называемый финка. Это настоящий финский нож, с которым он был реально на войне. И с этим ножом он прошёл всю войну. Вот он такой потрёпанный у неё, ножны потрёпанные. Он рассказывает, отец Евгений Позгалёв на фронт ушёл в 42-м. Воевал под Тихвином, после ранения перевёлся в контрразведку. Это 43-й год, Белорусский фронт. И там он уже был офицером. И вот в таком виде по лесам гонялся за шпионами, за лазутчиками и диверсантами. Он летал на кукурузнике через линию фронта. Туда отвозил продукты обратнопленных. Первую медаль за отвагу получил за задержание группы диверсантов, о которой сообщили партизаны. Потом была оборона Ленинграда и умирающие от голода блокадники. Он рассказывает, ехали в Ленинград, когда в командировку. Набирали со всего батальона несколько вещь, мешков хлеба, тушёнки. И вот приезжали, прямо первым встречным раздавали это на улицах, потому что люди голодные были. Вячеслав Позгалёв вспоминает, отец о боях рассказывал много. А вот мать, Стефанида Леонидовна, военный хирург, про войну вспоминала неохотно. Но и их история теперь тоже ожила в электронной летописи. Всего же за три месяца в полк записали почти две тысячи имён. Причём 150 человек сразу после парада в День Победы. К нему тоже готовились заранее. Организаторам даже снилось, как они строят своих гражданских. Мы предварительно собирались, мы всё это обговаривали. Мы распределили, кто на каком фланге стоит, кто зачем наблюдает. Вот хочу продемонстрировать, мы предусмотрели всё. У нас у каждого наш отгонный спирт есть. На случай, если кому-то, может быть, будет плохо. Мы взяли с собой материалы, чтобы подправить штендеры вот эти с портретами, подклеивать. Тут есть моменты, они бывают портятся, отваливаются ручки, мы тут же оперативно это всё подклеим. Кстати, транспаранты тоже изготовили практически на общественных добровольных началах, взяв за работу минимальную сумму. Компания «Бумбаса» на просьбу о помощи откликнулась сразу же. Несколько недель здесь ретушировали старые военные фото, печатали штендеры и выслушивали десятки историй. Для нас тяжело, потому что, во-первых, люди приходили, то есть это не просто взяли и напечатали фотографии, а это всё-таки праздник большой и это важное событие для всех. И за каждой фотографией, для каждого там стоит своя история. И много приходили люди просто поговорить в том числе. И мы старались, конечно, всем уделить своё внимание, но по большому счёту, когда в самом конце апреля пошёл большой наплыв людей, было, конечно, сложно. В «Бумбасу» пришли около двухсот заказчиков, другие готовили плакаты самостоятельно, снимали со стен семейные портреты, прижимали к груди обычные фото, вытащенные из альбома. А то и вовсе приходили без них. Муж у меня воевал, Булькотин Алексей Евгеньевич, прошёл всю войну, в Сталинградскую, в Курско-Орловскую, Дукинский перевал, Карпаты и Польшу. Торопливо рассказывает биографию мужа на камеру Клара Ивановна. Вот только нет его портрета в руках, не успела сделать транспарант, лежала в больнице. И сама с тросточкой после инсульта, но твёрдо намерена пройти этот путь с парадом вместо мужа, о котором уже 27 лет несёт память в сердце. Вдовы, дети и внуки 9 мая вставали в строй вместо мужей, отцов и дедов. С детскими колясками, опираясь на родственников, но строго, чётким шагом в шеренгу по шесть. В Вологде колонна бессмертного полка шла в составе основного парада. Аплодисменты, слёзы радости и гордость, как призналась одна из участниц проекта. Чувство гордости за всё то, что происходит. Мне очень нравится, что много людей принял участие в этой акции, и очень хотелось бы, чтобы каждый год так было. Только ещё повеселее. Вот мы сейчас идём и говорим, комсомола нету, то есть без песен как-то, без барабанщика. А так, я думаю, на следующий год будет гораздо это всё организованнее, и ещё больше народу придёт. А людей больше будет обязательно. Как рассказали кураторы проекта, уже после праздника Победы ежедневно в полк вносят порядка десяти фамилий. Напомним, вписать имя своего героя в электронную книгу памяти можно на сайте мойполк.ру. Нужно найти область, город и нажать на вкладку «Запиши деда в полк», заполнить анкету и ждать нового мая. Через год бессмертные солдаты вновь пройдут по России своим победным строем. Субтитры создавал DimaTorzok